Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интереснейший вопрос. Согласно правилу Василия Великого в Намаканоне, всякий, носящий на себе в качестве ладанки какую-либо икону, подвергаться должен отлучению от причастия на три года. Как-то понимать, есть ли в церковных канонах и законах правила, которые по факту уже давно как-то не работают. Друзья мои, если вы откроете Намаканон, прочитаете его корки до корки, с первой страницы до последней, вы ничего подобного не найдете. На разных форумах, в том числе достаточно популярных, в православной среде, вы можете найти ссылку на это правило Василия Великого. Но нет у этого правила ни у Василия Великого, ни в Намаканоне. Поэтому не все, что пишут в интернете, на самом деле правда. Иконы в IV веке были, конечно, но они не были настолько популярны, чтобы их носили вместе с крестом. Это проблема уже VI-VII века, такое излишнее почитание икон, когда для усиления силы Евхаристии в чашу с кровью Христовой соскабливали кусочки краски с древних икон. Перегибы были. В православной церкви иконоборчество, как вы должны, наверное, знать, тоже не на ровном месте возникло. И весьма сильно ему способствовали разные суеверные отношения к иконам, в том числе и озвученные выше. Но пусть этого правила и нету, все равно нам следовало бы обратить внимание на наше отношение к тому, что мы на себе носим. Достаточно креста честного, животворящего. Все. Что еще надо? Ему дьявол поражен, ад разрушен. Для погибающих и родства, для нас спасение есть. Ничем, по слову, Павел не хочет хвалиться, кроме как крестом Христовым. Для нас через крест совершилось дело нашего спасения. Что еще надо? Что может быть важнее для нас креста, который является и символом христианства, и ограждает нас от всякого зла? Не своей силой, а силой распятого на нем Христа. Мы крест честной, животворящий, чтим и молимся ему, только потому, что мы персонифицировали его и наделили его личными характеристиками. Чьими? Христа. То есть, поскольку крест помогает, поскольку мы верим в распятого на нем, Бог помогает через крест, а не сам по себе крест, между прочим. Вера наша раскрывает потенциал возможностей Господу Богу помочь нам в тех или иных обстоятельствах. Сколько ты не используешь крест или икону в качестве амулета, чтобы не сглазили, чтобы порчу не навели, чтобы защищал его, то толку не будет, друзья мои. Это оккультное отношение и к ладанкам, и к кресту. Но хочу вернуться опять к ладанкам. На Украине ладанками считают мешочек, да и не только на Украине, тканиный мешочек с изображением креста, внутри которого находится ладан. И собыносят на булавочке, чтобы и от сглаза было, и от злого человека, и вообще всячески тебе спомоществовало. И эти люди еще и ходят в храм, и причащаются, и праздники чтут, и посты соблюдают, и им ничто не мешает относиться к этому кусочку ладана, как к некоторому магическому амулету. Чем они отличаются от наших предков и язычников? Да ничем. На Руси все-таки чаще называют ладанкой икону. И носят с собой, допустим, вместе с крестом, икону своего небесного покровителя, или того святого, которого чтишь и любишь. Запрещено носить? Нет, не запрещено. Тебе вот хочется иметь изображение с той Екатерины, или с той Варвары, или с того апостола Петра вместе с крестом. Пожалуйста, носи. То есть как некоторое молитвенное напоминание о том, кого ты любишь, кого ты ценишь. Но если ты думаешь, что тебе этот медальончик, это ладанка тебя сбережет, ну, это отношение магическое, друзья мои. Бережет Бог, а не просто кусок металла, картона или еще чего-нибудь. Если с верой будешь носить, нет никакого здесь магизма, носи с удовольствием. А если просто как амулет, как оберег, как какой-нибудь глаз Фатимы, или кроличью лапку, пусть даже это христианский символ, но носить ты будешь его с грехом. Так что то же самое касается иконочек, которые мы держим в кошелечках, или того, чтобы в дороге помолиться, а чтобы, ну, денежки освободились, чтобы не украли. Вроде бы икона, но отношения совершенно суеверные. Так что все зависит не от формы, а от того, как ты к этому относишься. Сокончу, подытожу. Не грех носить на себе ладанку. Не грех молиться перед ней. Но греховно считать, что она сама по себе тебя оберегает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!